Мы хотим, чтобы мамочкам сделали определенное число выплат, так же, как им пассионерам, потому что нам дают то 6 числа, то 20. Мы не знаем, как распределять этими копейками. Они говорят, в течение месяца ожидайте, всем все выплатим. Это первый момент. И второй момент, мы хотим, чтобы пересмотрелся закон от 27 марта про финансовую катастрофу, чтобы вернули выплаты по уходу с ребенком до 3 лет для тех мам, которые уже получали эту выплату. А вы какую-то организацию представляете? Нет, просто активистки, мамочки, певого рога. До 1 июня они пособие получают, а сейчас это пособие отменили в разрез законодательства. Значит, никакого законодательства нет? Нет, постановление Кабинета Министров. Это называется подзаконный акт, который никакого отношения к закону не имеет. Поэтому берется элементарно просто, составляется иск, отменяется постановление. Ну вот они же пытаются. Первая акция у них была по поводу того, чтобы на уровне городских властей им помогли решить этот вопрос. Но городские власти это не будут решать. Хотя есть у нас 4 народных депутата, которые могли спокойно внести запрос господину Яценяку. И решили быть даже без суда. Но этого же нет. Поэтому единственное, что такое, если бы они обратились, мы бы им подсказали, как правильно сделать. Вы кому его передавали? Мы собираем подписи так вот, на Анатолий. Ничего страшного вообще. Пока. Мы вышли, Инесса, как там ее фамилия? Буагун. Инесса Буагун вышла, и наша рассказа тоже самое, которое мы уже слышали 30 раз. Они сказали, что прошло наше обращение. Они передали в Киев, но не предоставили нам копию обращения. А скажите, какие основные ваши вымоги были? Основные наши требования это затвердить конкретную кинцевую дату, социальных выплат с семьей с детьми. Переглянуть закон Украины, какого заподвигания финансовой катастрофы. Так поведомить у нас про все вырешено данное запитание. С кем вы обсуждали этот вопрос? Заявление, обращение? Вы сейчас обсуждали к тем? Заходили в горосполком? Нет, мы его еще не передали. Мы сейчас подписи собираем и передадим его. А кому вы планируете передать? Одно на имя Вилку, а второе Маляринка. А результат, какой бы вы хотели бы добытись? Вернуть нам наши деньги. Не наши деньги, а наших детей. Они забрали деньги незаконно. Закон не имеет обратной силы. Они сами его создавали. То есть они вправе его сами менять, это неправильно. Пусть они вообще урежут себе зарплату. Официально у них зарплата больше 20 тысяч. Это официально. И мы хотим, чтобы вы давали вовремя. Пусть хотя бы половину у себя заберут и раздадут детям. Потому что в прошлом месяце получилась 6 часа, сегодня уже 22. А денег нет. На 1100 гривен жить полтора месяца. Когда будут, тоже неизвестно. По закону про запобегание финансовой катастрофы, пункт 7, дети, народные с 1.07 года, будут получать при народе 41 200-800 гривен. В эту сумму уже входят 130 гривен. Дети, которые народные до 1.07 года, должны получать эту помощь, которая им была призначена на дату народа. У нас забраются выплаты. То есть 130 гривен, кто делал от перерасчета. То есть там больше суммы гораздо. У нас их забрали. Первая сумма 2014 года, да?